Поселок Грэс, улица Энергетиков, дом номер 2. Проблемы здесь видны невооруженным взглядом по окнам подъезда, покрытых густой шапкой уже не инея, а снега и льда. Вот уже несколько лет зимой у жителей первого подъезда своеобразный квест. Кто первый встает, тот отколачивает от льда дверь, иначе на улицу просто не выйти. Кто идет первый, тот и отколотит, потому что все обмерзает. Причина – уникальная компоновка бойлерной, что в подвале. Она парит, забивая горячим влажным воздухом весь подъезд. И как следствие, обмерзают двери как на улицу, так и в квартире. На потолке плесень от постоянной влажности, а окна покрыты льдом. И так из года в год. Мы закрывали, пробовали люк, который там наверху, на чердаке. Тут ноги ломали, руки ломали, падали, потому что все обмерзало. Вот как вот сейчас. Коммунальщики о местной проблеме знают, точнее о последствиях проблемы. Несколько лет назад подвязали прогнувшиеся дугой балки потолка на верхних квартирах. А как только немного потеплеет, то все эти наледи потекут в квартиры. Чердак крыши дома по энергетикам 2. Сырость, ужасный запах, обледеневшая кровля. А вот эта вот проволока, она поддерживает потолок. Для того, чтобы он не упал вниз в квартиры. Нельзя сказать, что местное отделение районной управляющей эксплуатационной компании не пыталось решить этот вопрос. Но факт остается фактом. Ситуация только хуже. И это уже не вопрос бытовых неудобств, а вопрос безопасности здоровья. Был лед вообще в подъезде. Ступеньки обледенели. Они еще с отрицательным уклоном. И супруга спускалась по ступенькам. Подъезжала за перила, но скользнулась и самала много себе. И вот каждый день, каждый год из бодера парит. Открываем чердак. Вот что происходит. Только что сняли. Видно было. Открыть двери. Все заледенеет там в подъезде. И вот. Жители дома обращались в РУЭК ГРЭС и ТГК-14, но проблему несколько лет не видели или до нее не доходили руки. Нам показали кипу обращения и писем по тем или иным вопросам. Но логичная схема работы с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями дает сбой. Годы переписки впустую, а привлекать СМИ для горожан – уже обычная практика. У нас, посмотрите, что стало твориться. Трубы убрали, они все убрали. Трубы и то мы через вас, через ЗАПТВ. Просто мы вам пожаловались, вы приехали, все это засняли и им. Они убрали трубы. И после этих труб у нас вот третий год вот эта вот изморозь. Не было. А кто ремонт делал? А, ТГК, по-моему, приезжала. Так получилось и в этот раз. Убедившись в серьезности проблемы, мы посетили офис ООО «Районная управляющая эксплуатационная компания», где попросили объяснить, что происходит и, собственно, доколе. Не хотелось бы в будущем решать все даже столь незначительные по меркам монополиста вопросы. Тем более, что это они берут за коммунальные услуги деньги у населения. Маленькая проблема для ТГК-14 – большая беда для читинцев. Виктор Соловьев, Юрий Житлухин, Николай Шунков, ЗАП-ТВ